Всем добрый день. Давайте начнем с того. Поднимите, пожалуйста, руку, кто уже запускал медийную кампанию. Класс, круто. Я очень рада видеть, что не только мы одни движемся вперед. Но мы понимаем, что медийная кампания — это такой новый инструмент, и очень много к нему есть опасений к тому, что будет ли он работать для нас, учитывая то, что мы, конечно же, как любой бизнес, нацелены на продажи. Все мы знаем с вами классическую воронку, где мы работаем с новой аудиторией, где мы работаем с аудиторией, которая знакома с нами, знакома с нашим товаром и так далее. Есть различные варианты воронок, но я думаю, что это самое классическое. И разные рекламодатели работают по-разному со своими клиентами. Кто-то их ведет от самого верхнего уровня, кто-то уже более хитрее подключается, например, на том уровне, когда люди знают и хотят что-то приобрести, кто-то уже работает над дожимом аудитории. И, соответственно, с каждым этим уровнем мы работаем со своей аудиторией и должны вести ее к продаже. У каждого из уровней воронки есть свои цели, есть свои задачи. И, конечно же, на самом верхнем уровне, когда аудитория о нас еще не знает, когда аудитория не знакома ни с товаром, ни с брендом, мы должны работать не с конверсией, мы должны работать со знанием, а это знание уже, наверное, равнозначно показам и охватам. Конечно же, когда мы работаем с аудиторией, которая знакома с нами, которая знакома с продуктом, здесь мы уже можем с вами говорить о том, что у нас есть показатели вовлеченности на сайте. Это и глубина просмотров, и отказы. И, конечно же, каждому бизнесу хочется в мире здесь конверсии, но, опять-таки, верить в то, что будет очень низкая стоимость конверсии на среднем уровне воронки, ну, наверное, это в наших реалиях очень сложно. Ну, и, конечно же, есть нижний уровень воронки, где уже, конечно же, классическая CPA-модель, в которую приходит рано или поздно каждый рекламодатель. И когда мы идем по вот этой воронке, мы должны понимать о том, что при снижении с верхнего уровня к нижнему стоимость привлечения одного пользователя, конечно же, должна снижаться. Но при этом на верхних уровнях воронки мы должны мерить наш результат показами. И чем меньше осведомленность пользователей о нашем с вами товаре, бренде, тем высока вероятность и большая вероятность того, что мы должны работать с вами именно с большим количеством показов, что есть достаточно нормальным. И на верхнем уровне, конечно же, мерить конверсиями – это будет совершенно неправильно. На сегодняшний день у нас есть миллиарды инструментов, миллиарды возможностей таргетинга и подбора своей аудитории. Мы можем работать с аудиторией, которая уже ищет, горячая аудитория, которая ищет товар. Здесь мы уже подключаем с вами и органику, здесь мы подключаем рекламу в поиске. Конечно же, тематические площадки. Рекламная сеть Яндекса, которую любят все, и все знают, что это действительно большое непаханное поле, где можно найти большое количество своей целевой аудитории и конверсионной аудитории. И, конечно же, кто-то работает именно с горячей аудиторией на тематических площадках, кто-то может использовать околотематические запросы, тем самым расширяя охват своей аудитории. Кто-то подключает смарт-баннеры, либо же баннер на поиске для работы с горячей аудиторией. Все эти инструменты мы можем с вами использовать для движения пользователей по воронке. Но с недавних пор у нас есть инструмент — это медийная реклама. И, конечно же, как медийная реклама, как брендинговый инструмент, мы должны его поставить на самый верхний уровень воронки продаж и сказать о том, что благодаря этому инструменту мы можем с вами работать именно с новой аудиторией, с аудиторией, которой нужно на хват. Но никто не сказал того, что медийная реклама может работать не только на верхнем уровне, Но она может позволять нам работать с средним уровнем воронки, когда действительно пользователи уже в чем-то заинтересованы, и работать, конечно же, с нижними уровнями, когда мы будем дожимать эту аудиторию. Собственно, здесь есть так называемый пиксель Яндекса аудитории, благодаря которому мы можем вновь касаться с нашей аудиторией и дальше с ней работать. Соответственно, это может нам дать отличный неплохой шанс для работы с аудиторией от верхнего уровня и доведить ее до продажи. И, соответственно, доводить до продажи нашего пользователя. Ну, конечно же, я должна сказать о том, что медийная компания решает огромное количество задач. Конечно, поскольку это медийная компания, мы работаем с вами с брендинговой компанией, мы работаем с компанией, которая направлена на увеличение охвата, увеличение узнаваемости. Вывод нового продукта, вывод бренда, увеличение узнаваемости, все это мы можем с вами использовать для привлечения пользователей, и для узнаваемости мы можем использовать медийную компанию. Но, понимая, что у нас есть с вами медийная компания, главный страх любого рекламодателя. Медийная компания, значит, мы работаем зачастую по CPM-модели, а в нашем случае медийная компания — это действительно классическая CPM-модель. И тут у всех рекламодателей возникает вопрос, будь то рекламодатель, будь то владелец бизнеса, будь то маркетолог, как я должен платить за тысячу показов, если эта аудитория не конвертируется в конечных пользователей. Наверное, эта модель будет нам невыгодной, соответственно, мы потеряем кучу денег, клиентов не привлечем. Но нет, при грамотном подходе и грамотной работе с любым инструментом мы можем даже классическую CPM-модель сделать настолько выигрышной для нас, что при пересчете в конечного пользователя нам это будет обходиться гораздо дешевле, чем та же рекламная сеть Яндекса уже при оплате за клики. И сегодня я хочу вам поделиться двумя кейсами, которые направлены для работы с двумя типами аудиторий. Первый кейс — это наша тематика при подборе вакансий. Какая главная бизнес-задача у клиента? Конечно же, это клиенту важен охват, важно увеличение посещаемости сайта, и, конечно же, просто напоминание о своем бренде, о том, что они есть на рынке. Какие инструменты мы можем задействовать? Ну, конечно же, классические площадки, тот же поиск, все это клиент уже и так использует, социальные сети, все-все-все, что есть только на рынке. И мы понимаем, что нам необходимо привлекать и увеличивать посещаемость сайта только заинтересованной аудиторией, потому что клиенту, конечно же, не хочется платить за целевую аудиторию. Какие варианты подбора аудитории? Понятно, что если нам нужно усилить, увеличить посещаемость сайта, мы, конечно же, подключим площадки. И понимая, что нам нужна целевая аудитория, мы подберем запросы, связанные с вакансиями, с ищу работу, найти работу, поиск вакансий, и все-все-все-все-все, все эти запросы, которые могут нам показывать вовлеченность пользователя во то, что он ищет на данный момент работу, и она ему может быть интересна. Соответственно, какая задача нашего стояла перед нами? Нам необходимо было сделать так, чтобы о нас узнало больше. И поскольку появился новый инструмент, это медийная компания, мы решили попробовать стратегию максимального охвата и, конечно же, решили двигаться в сторону того, чтобы увеличить знания о нашем бренде. Тут стоял выбор. Выбрать либо ручную стратегию, либо автоматическую. Поскольку это были первые два дня запуска инструмента, то, конечно же, никто не знает, то ли дневной выборный бюджет, то ли недельный бюджет. Соответственно, мы остановились на автоматической стратегии, когда мы начали работать по максимальному количеству показов. Причем, поскольку мы не знаем, на какую ставку нам ориентироваться, мы доверили системе и поставили ту рекомендованную ставку, которую он нам в интерфейсе показал. И что важно отметить? Поскольку мы понимаем, что наша цель — это увеличение осведомленности, и у нас нет как такового четкого портрета аудитории. Та аудитория, которую мы выбрали, — это была аудитория от 18 до 44, причем по всей Белоруссии, и это люди, которые интересуются поиском работы. Это та же похожая аудитория, что мы искали в рекламной сети Яндекс по ключам. Но здесь мы точно знаем, что пользователи Яндекс.Крипты, Яндекс видят этих пользователей как тех, кто интересуется работой. Важно. У нас есть знание о том, насколько долгосрочен интерес пользователя. Мы могли выбрать краткосрочный интерес, могли выбрать долгосрочный, но поскольку у нас увеличение узнаваемости, увеличение посещаемости, мы предположили, что, наверное, нам стоит выбрать и долгосрочные интересы, и краткосрочные. Тем самым мы максимально расширяем свою аудиторию. И вы видите, что выбрав такой таргетинг, подключив все возможные форматы баннеров, мы охватываем 513 тысяч пользователей. Поскольку это очень широкий охват аудитории, мы должны быть готовы к тому, что за эту аудиторию нам придется платить дороже. И, собственно, за показы в рамках CPM-модели для этой аудитории нам придется заплатить. Какие результаты? Мы запустили компанию, и при прочих равных бюджетах для рекламной сети Яндекса и для медийной кампании мы получили следующие результаты. Медийная кампания получила практически в два раза больше показов, а кликов было практически в четыре раза меньше. Учитывая то, что это медийная кампания, конечно же, показы, мы понимаем, что это результат достаточно неплохой для медийной кампании. Мы увеличили показы, мы увеличили узнаваемость бренда и так далее. Но мы не достигли главной цели посещаемости сайта. И в целом мы могли бы подумать о том, что, наверное, этот инструмент не работает для нас, но мы смотрим на аудиторию, на поведение аудитории, которые переходили по баннеру, именно медийному баннеру, и сравниваем его с рекламной сетью Яндекса по ключевым словам. Так вот, сравнение аудитории показывает то, что это все настолько же, так же вовлечена аудитория в сайт, так же, как и та аудитория, что приходит по рекламной сети Яндекса. Соответственно, это тоже интересная для нас аудитория, с которой мы тоже можем работать. Но, конечно же, понимая того, что мы получили очень мало переходов, мы пошли дальше смотреть статистику. Действительно ли медийная кампания была настолько для нас, наверное, не такой результат, который мы ожидали. Но при прочих равных условиях кликабельность на поиске выросла на 6% после запуска медийной кампании. Мы понимаем, что одновременно мы крутим рекламу на поиске. Мы не вносили никаких настроек ни в минус слова, не работали со ставками, ни с бюджетами. После запуска медийная кампания начинает расти кликабельность на поиске. При этом мы начали наблюдать следующую тенденцию в том, что именно по рекламе Яндекса тоже начинается увеличение количества переходов на 14%. Ну и принимая во внимание то, что у клиента есть еще и другие онлайн-инструменты, мы начали оценивать, как увеличивается посещаемость по другим рекламным каналам. Так вот, общая рекламная посещаемость выросла на 18%. Тем самым мы понимаем, что да, медийная кампания не принесла нам достаточно большого числа кликов в рамках этой кампании, но влияние этой медийной кампании позволило нам увеличить посещаемость сайта. В других рекламных кампаниях, в других рекламных системах. Тем самым клиент, по сути, решил свою задачу увеличения посещаемости сайта, но, конечно же, есть вариант того, что конверсионность рекламной кампании это в два раза ниже. Поэтому если мерить рекламную кампанию в качестве конверсионности, да, она не принесла такого результата. Но мы изначально понимали, что мы идем и работаем с широким охватом аудитории, тем самым мы получили заинтересованную аудиторию, которая в дальнейшем начала взаимодействовать с нашим сайтом. Но может быть другая ситуация. Когда мы работаем с широким охватом, мы были готовы к тому, что мы работаем на увеличенных бюджетах, мы должны бороться за эту целевую аудиторию. Но может быть другая ситуация, когда у нас есть тот же поиск вакансий, но мы уже понимаем, кто наша целевая аудитория, и мы знаем, кого мы конкретно ищем. Мы не ищем всю Беларусь, привлечь на один сайт. Нет, у нас есть конкретная вакансия, вакансия менеджера, которую нам интересно закрыть. Конечно же, какая цель бизнеса? Бизнесу интересно получить заинтересованных пользователей на сайт, который, конечно же, оставит свое резюме. Так вот, как мы можем искать целевую аудиторию? Конечно же, мы подключили поиск, конечно же, мы подключили площадки, ретаргетинг, и все отлично, мы работаем. Но при этом мы понимаем, что на данный момент у нас на рынке есть дикая нехватка менеджеров. И, соответственно, мы видим о том, что у нас начинает резко расти рост заинтересованности, у нас мы наблюдаем рост конкуренции на поиске. Соответственно, бесконечно дешевым поиск быть не может, конкуренция растет, у нас подогревается аукцион. Нам необходимо искать новые пути привлечения аудиторий. Какие варианты мы можем использовать? Конечно же, площадки. Классические площадки, где мы используем ключи, связанные с вакансиями менеджеров, с операторами колл-центра, не знаю. Все те варианты, которые мы можем только придумать в своей голове для того, чтобы найти свою целевую аудиторию. Запустим рекламу на площадках, и в принципе, какой может получение результат? Ну, достаточно, наверное, стабильный результат для рекламной сети Яндекса. Я думаю, что плюс-минус у каждого нечто похожее. И здесь у нас появляется новый инструмент — это медийная компания. Понимая то, что медийная компания — это достаточно новый инструмент, его еще в данный момент никто не использует, у нас есть шанс получить максимальное количество аудитории по самым, наверное, выгодным ценам, если можно так сказать. И мы решили пойти в медийную компанию и проработали два сегмента аудитории. Мы выбрали только девушек из Минской области 25-34, то есть мы уже максимально сузили возможную целевую аудиторию, и параллельно с этим мы решили выбрать определенные сферы интересов. Это должностные интересы, и параллельно мы решили выбрать ту же аудиторию, которая ищет работу. Соответственно, мы понимаем, что мы максимально сузили нашу целевую аудиторию, за которую нам интересно работать, которую нам интересно привлечь. Какие получили результаты при этом? Да, важно отметить то, что, конечно же, нужно выбрать какую-то стратегию для запуска. Мы решили, конечно же, поскольку это новый премиальный формат. Почему премиальный? Потому что его еще никто не использует на рынке в Беларуси. Максимум показов. И важно, что есть плюсом в медийной кампании, это то, что, конечно, мы можем ограничивать частоту показов на одного пользователя. Мы на одного пользователя ограничили два показа. То есть тем самым мы понимаем, что мы стараемся максимально приводить только новую аудиторию, которая ранее не видела наши рекламные материалы. Какие получили результаты? После запуска рекламной кампании, спустя неделю, количество переходов по медийной кампании было в два раза больше, чем по рекламной сети Яндекса. При этом стоимость привлечения пользователей, если мы пересчитаем, то сколько мы потратили на медийную кампанию, CPC вышла в два раза дешевле. При этом мы платили за показы, когда сражались за эту аудиторию на аукционе. В принципе, неплохой результат. Согласитесь, когда медийная кампания, мы работаем по CPM-модели, а стоимость привлечения вышла гораздо дешевле. Но тут нам стало интересно, а можем ли получить еще более дешевую стоимость перехода? Я думаю, что 0.2 бина – это не самая идеальная цена за клик. Так вот, мы попробовали изменить стратегию и использовать уже снижение цены повторных показов. То есть, когда система будет сама стараться чаще отдавать показы той аудитории, которая еще не видела наше рекламное объявление. Соответственно, мы оставили прежнюю частоту показов и попробовали поменять стратегию. Какой результат? Кликов стало меньше, стоимость перехода выросла. Казалось бы, мы работаем все с той же аудиторией. Мы стараемся работать с более новой аудиторией. Другие настройки, кроме стратегии, мы не поменяли. Что могло произойти? Ну, во-первых, мы, конечно, немножечко подняли ставку для того, чтобы работать с более заинтересованной аудиторией. И самое важное, что мы не учли. С момента запуска инструмента уже прошло недели три, и мы понимаем то, что уже еще больше рекламодателей начали использовать этот инструмент. Соответственно, у нас уже есть какой-то спрос на рынке, у нас уже есть спрос на этот инструмент, на эту аудиторию. И, наверное, это тоже сказалось и повлияло на то, что стоимость привлечения пользователя немножко выросла. Но важно отметить то, что стоимость привлечения в сравнении с рекламной сетью Яндекса все равно осталась ниже. Но, понимая то, что это медийный баннер, мы должны помнить о том, что, конечно же, за тем, на кого мы показываемся, стоят люди. Пользователю не всегда удобно перейти по баннеру в данный момент времени. Он мог его увидеть, он мог его запомнить, но сейчас ему нет времени до нашего с вами баннера. Соответственно, мы понимаем, что он может вернуться в поиск, он может войти дальше что-то смотреть, но мы можем с этим пользователем работать дальше. Pixel Яндекс.Аудитория позволяет нам сохранить ту аудиторию, которая видела наши баннеры. Собственно, что мы сделали? Мы поставили к каждому рекламному баннеру отслеживание пользователей, которые видели нашу рекламу. И, соответственно, создали в Яндекс.Аудиториях тех пользователей, аудиторию по тем пользователям, которые видели наш баннер. Круто. Мы можем понимать то, сколько пользователей видели нашу рекламу. Но, помимо всего прочего, мы понимаем то, что, скорее всего, люди заинтересуются вакансией. И мы для рекламной кампании на поиске, связанной с ключами по вакансии менеджера, мы попробовали задать повышающие корректировки ставок на ту аудиторию, которая видела баннер. Казалось бы, самая элементарная вещь, но мы уже работаем с более теплой аудиторией. Почему? Потому что мы знаем с вами то, что они видели наш рекламный баннер. Соответственно, мы знаем то, что мы заинтересовали их в нашей вакансии. Какой результат? После назначения корректировки ставок на эту аудиторию, рост кликабельности наших объявлений вырос на 51%. Опять-таки, никаких других операций с рекламными кампаниями не производилось. Мы просто навесили корректировку на сегмент аудитории, который видели наш медийный баннер. Ну и если в целом говорить про общий рост, то, конечно же, рост на поиске составил 60%. Причем никаких других активностей мы не производили, только запустили медийную кампанию по наиболее заинтересованной аудитории. Ну и если говорить в целом, то, конечно же, если говорить про основные другие составляющие, которые оценивает бизнес, то рост интереса в вакансии мы заметили. Он был не только в поиске, он был также и в социальных сетях, что тоже важно отметить. После запуска медийной кампании именно по конкретной вакансии, конечно же, рост количества переходов на сайт, клиент заметил, что переходы выросли практически в два раза. И бюджет, да, он вырос, но при этом стоимость привлечения одного пользователя снизилась на 33%. И мы понимаем, что мы работаем уже с заинтересованной аудиторией, которая вновь приходит на наш сайт, и ей интересно наше предложение, ей интересна наша услуга. И, собственно, мы понимаем, что мы работали от верхнего уровня до нижнего. Да, мы, работая с медийной кампанией, мы не можем гарантировать того, что у нас будет высокая конверсионность, но мы можем гарантировать то, что мы работаем с заинтересованной аудиторией, и мы можем отслеживать эту заинтересованную аудиторию. И в дальнейшем работать с ней и дожимать ее на ту конверсию, которая нам необходима. Соответственно, это нам и позволяет медийная кампания. Ну и, собственно, наверное, в конце я должна какое-то сделать мотивирующее заключение, но когда мы работаем с медийной кампанией, мы должны точно понимать, кто наша целевая аудитория и какая цель нашей кампании. Исходя из того, какая цель у нашей кампании, мы, собственно, и подбираем целевую аудиторию. Чем не выраженнее ваша аудитория, тем дороже вам придется за нее заплатить. Но на текущий момент в медийной кампании Яндекса есть огромные варианты таргетингов. И если миксовать их между собой, вы можете найти действительно очень интересную, очень, можно сказать, вкусную для вас аудиторию, за которую вам действительно стоит побороться. Ну и самое главное. Продумайте то, как ведет себя аудитория в интернете. Запуская медийную кампанию, конечно, все хорошо. Но если вы не подумайте то, что делать дальше с этой аудиторией, как она пойдет искать вас в поиске, пойдет ли она искать в социальных сетях, не знаю, как она может еще проконтактировать, провзаимодействовать с вами, без вот этого понимания, вся рекламная кампания, которую вы запустили, направленную на медийную составляющую, наверное, она будет впустую. Ну и, соответственно, очень важно. Проверьте самое важное. Готов ли ваш бизнес к запуску медийной кампании? Потому что зачастую бывает так, что бизнес был не готов, форма на сайте не сработала, менеджеры подкачали, не знаю, логистический оператор подвел. Но самое главное, помните о том, что все-таки медийная кампания позволяет достичь результаты и позволяет увеличить конверсии на сайте, что может быть доказано. Ну и самое главное, в Яндексе появляется каждую, наверное, каждую неделю огромное количество инструментов, огромное количество таргетингов и всяких плюшек. Используйте это. Пока ваши конкуренты не используют новые плюшки, вы можете получать действительно лучшую аудиторию за самые выгодные средства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ